Здравствуйте, уважаемые друзья! В одном из фильмов мы с вами вязали вот такое крыло, вот такое крыло. Все они основаны по принципу изготовления мушки мокрой Матч Браун. В завершении я хотел бы вам показать еще один из вариантов изготовления крыла и рассказать и ответить на ваши вопросы, которые вы задали при просмотре этих моих фильмов. Давайте начнем по порядку. Первый вопрос. Почему я беру неудобные крючки? Отвечаю сразу, кто не знает. Канал рассчитан на тех, кто не имеет возможности взять тот крючок, который необходим для рыбалки, но хочет изготовить мушку. Поэтому мы сейчас берем, вот у меня имеются вот такие крючки фирмы Джексон, начиная от 12-го и заканчивая нолем. Они достаточно удобны для изготовления всевозможных стримеров и разных других нимфочек. Чем именно? Он имеет вот такой своеобразный, как видно по оси, изгиб и загиб. То есть окунь достаточно хорошо подсекается. Проволока толстая, дополнительно я ее не огружаю. Нить мы возьмем с вами любая, которая для вас подойдет, но желательно, чтобы она была светлая, так как будем использовать даббинг вначале светлый, а потом уже более темный, чтобы нить при намокании у нас не проявлялась. Закрепим ее на теле, как обычно. Немножко, буквально капнем клея. И самый такой момент, это из чего и как изготавливать эту мушку. Я уже рассказывал, что практически из чего угодно можно изготовить мокрую мушку. Главное, чтобы она у нас имитировала что-то. То есть в данный момент я не хочу оспаривать разные варианты, кого имитирует матч Браун. Один считает, это одна мушка, другой считает, это там какую-то нимфочку. По моим понятиям я считаю, что раз рыба реагирует, значит что-то имитирует. Но лично мое мнение, это такое, что сама по себе, в зависимости от того, как вы изготовите мокрую мушку, имитирует и личинку, которая будет превращаться во взрослое насекомое, и в то же время будет имитировать у нас ручейника, который ныряет для откладки яиц. Вот в данный момент мы с вами будем имитировать ручейника, который ныряет для откладки яиц. Принцип построения этой мушки будет тот же самый. Но мы немножечко изменим элементы, которые считайте, что эта мушка от меня лично. Она ничего общего с теми мушками, которые имеются у нас в каталогах, не имеет. Я беру обыкновенно вот такая шелковая, вернее шерстяная нить, и беру совсем немножечко, распускаю вот так на три пряди, и закрепим одну из прядей у хвостика. Подтягиваем, оставляем ее приблизительно равной длине, сколько нам необходимо, чтобы обозначить сзади или хвостик, как вы хотите, или же, как в варианте, я буду изготавливать. Я беру и проматываю заднюю часть вот этой шерстяной ниткой. Не стремимся за тем, чтобы у нас она была плотная, потому что у нас эта нить будет выступать в роли раздражителя. Закрепим. Остатки отрезаем. Самый основной элемент, который можно ставить, а можно и не ставить, это хвостик. Хвостик, в частности, можно использовать как, допустим, из пера куропатки, так и желательно, чтобы, в принципе-то, это само по себе, сам, вернее, сам по себе элемент был достаточно мягким. Вот у меня имеется совсем небольшое вот такое перышко куропатки. Я его не буду даже вот обдирать, как есть. Мы его поставим так, чтобы у нас совсем немножечко был обозначен хвостик. Понятное дело, что у ручейника его нет, который ныряет, но образ у нас собирательный, поэтому рыба всегда реагирует на то, что у нашей нимфочки должен быть, или у мокрой мушке обязательно должен быть хвостик. Закрепим дальше. Остатки удаляем. Берем теперь тот даббинг, который нам понадобится для изготовления тела. Как обычно, или же у нас будет он светло-серого, или оливкового, или болотного цвета. Я беру вот такой средний цвет, немножечко светло-серый, но он при намокании у нас немножечко потемнеет, поэтому, когда вы изготавливаете мушку, вы должны знать, как ведут себя определенные материалы в воде. Я знаю, что этот даббинг слегка потемнеет, и будет у меня достаточно сочным оттенком. Совсем немножечко крепим его на нить, мелкими порциями, буквально сантиметров 5-6, самое большое 8, чтобы было вам удобно с ним работать. И вровень, то есть, учитывая толщину нашего красного шарика, начинаем формировать тело. Также доходим до района формирования грудки, мы должны перейти на более темный даббинг. Подкручиваем, не забываем. Приблизительно такое количество тела нам будет достаточно, и теперь мы должны с вами обозначить грудку. Волоски, которые торчат, они абсолютно нам пока сейчас не нужны, поэтому продолжаем спокойно изготавливать нашу нимфочку. Я беру темного, вот такого коричнево-болотного цвета, но достаточно тоже эффективен. При изготовлении мушек даббинг, это не реклама, я уже неоднократно показывал, готовые наборы фирмы HENS. И здесь нам необходимо район торакса, то есть, самой грудки, сделать достаточно плотной, и в то же время она должна быть у нас несколько больше по диаметру основного тела, для того, чтобы у нас получился бортик для крепления нашего крыла. Но опять же следим, чтобы не было рыхлым наше тело. Пару миллиметров не доходим до нашего колечка. И здесь мы поменяем нить. Просегментировали люрексом тело, поменяли нить. И теперь я взял вот два таких перышка из у меня японские перепелки. Взял у них. Можно использовать перо куропатки. Можно использовать перо охотничьего фазана. Любое перо, которое вы для себя подберете. Самое главное это то, что вы должны знать этот материал, с которым вы работаете. Допустим, я знаю, что перо куропатки, так же, как и этой перепелки японской, оно не совсем крепкое. Поэтому я их беру два. удалили лишнее, чтобы нам не мешало. Теперь нам необходимо с вами нить перевести в первую часть, там, где мы с вами изготавливали даббингом, вот так, тело, грудку, и оставить здесь. Берем наше перо, вымеряем длину. Она должна равняться у нас приблизительно длине хвостика. И аккуратно, ничем не смазываем, ничего не делаем. Вот так. Первая петля должна подхватить, вторая рядышком. И смотрим, как у нас легло перышко. Если криво, надо подправить. Но она должна облегать у нас вот так тело. Закрепим перо, остатки уберем, и будем продолжать дальше. Я специально взъерошил перо, чтобы вам показать, как оно на самом деле будет находиться в воде. Вот когда наша мушка намокнет, вот она будет иметь вот такой у нас хороший, симпатичный, презентабельный вид. Значит, как вы видите, опять очередная укладка сверху крыла, так что огибает полностью цевьё по грудке. И я добавил из подходящего по цвету хвостика перышко. Можно практически любое, но чтобы оно было достаточно мягенькое, я сделал горлышко. И пером павлина изготовил часть грудки и головки. Практически головку я не изготавливал из нити, а с помощью клея я сделал завершающий узел. И вот такая симпатичная мушка, мокрая, которая будет работать по краснопёрке, плотве, окуню. готова. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!